Образовательные учреждения города и округа закрываются на косметические капитальные ремонты. Об этом доложили на еженедельной планерке при губернаторе. К сезонному обновлению школ приступили сразу после завершения работы детских площадок. Их в этом году посетили полторы тысячи детей. Впрочем, отдыхают не все дети. По линии центра занятости уже трудоустроено 185 несовершеннолетних. Более 80 детей трудоустроено работодателями напрямую. Всего же за лето успеют поработать 390 несовершеннолетних. Вопросам трудоустройства и кадровой политики на планерке уделили особое внимание. Кадровые изменения должны произойти в городской администрации. В соответствии с 95 окружным законом о передаче полномочий, мэрия еще в начале года должна была сократить не менее 16 человек и довести штатную численность до нормативов. До сих пор этого не сделала. Сегодня в город администрации числятся 136 сотрудников. Вице-губернатор еще раз напомнил всем присутствующим о необходимости бережного отношения к бюджетным средствам. Дефицит окружной казны этого года составляет около 2 миллиардов рублей. Чтобы покрыть его, уже в июле администрация региона возьмет взаймы. Июль обещает быть ознаменован еще одним событием – долгожданным переездом службы скорой помощи в новое здание. Я считаю, что в конце следующего месяца он не сможет туда приехать. Настоящий аренд отходит до конца. Работа, балансирование компьютерных сетей в этом здании с обрежением графика, они должны быть закончены до 15 июля. А с 1 июля грядут перемены в одном из казенных учреждений округа. Станцию по борьбе с болезнями животных вместо Ольги Чупровой возглавят...